Мы тут вот растерялись, куда идти, у нас в запасе еще есть несколько часов, идти наверх, посмотреть или вниз, а я говорю, что красивым налево, умным направо, а нам вот теперь хоть разрылись, но мы не видели самого интересного, большой год, мы идем к нему, там где святой источник, представляешь, вот этой вот ночи, в этой скале есть источник, вон там, кстати, тоже полный угол, да, мне кажется, долго до никакого источника нет, не берут воды, там был коллег, я не знаю, ну, в общем, мы идем сейчас к большому гроту, если там есть вода, если есть источник, ну, покажем, как это выглядит. Да, вот это видос. Это самый большой грот, в котором и находится самое интересное, А с вершины этой скалы джамперы прыгают и получают незабываемые ощущения, которых мы, к счастью или к сожалению, получить сегодня не хочем, у нас совсем другие цели, прыгать мы не будем. Да, это самое неприступное место, если так, снизу, да? Вот это вот дерево и есть, деревом из легенд, да, оно усохло, но посадили, поскольку я знаю, посадили новое дерево. А тут дождя не бывало. А сюда дождь не забьет реально. И вот мы взошли в самый большой из этих гротов. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Посмотрю. Просмотрю. Да, реально дерево огромное. Очень огромное. Продолжение следует... 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 здесь ходить не переходить чё там короче опять по колено в колючках прошлый раз показалось мало вот повторяем прежние ошибки по бездорожью лазить вот это разноцветие разнотравье не стоит лежит это просто в скале другие нет это совсем не то мнение не то тропа дальше надо идти да тут все в пещерах многие позаростали просто не видно тут занято тут он кто-то живет да да это аскеза реально не знаю вниз пошло сейчас да надо перекусить а потом решим что дальше вот Как его зовут? Диозавр Трицератопс Трицератопс, да, ты ж спец по динозавру Я забыл И если есть желание еще в монастырь пробежаться Это займет еще пару часов Надо ехать 6 часов То есть позже мы едем отсюда Сейчас посмотрим Водиться после вчерашнего дождя Ого Повезло, что солнца сегодня нет такого пекущего Да, скалы, конечно Обалденный Ого 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 Буквально полчаса назад мы были там вверху. Сейчас там виднеется силуэт, кто-то тоже ходит, но отсюда не так опасно смотрится, а сверху, когда находишься на месте, то отчетливо понятно, что это смертельно опасно оттуда упасть. Грод очень огромный. Субтитры создавал DimaTorzok Снаружи не видно, насколько он глобален, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это то, что я искал именно. Сюда я и шел. Теперь я понимаю, как это все происходило. О, да, 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 да. Видишь, она получается как раз напротив гродота. Смотрите, какие мегаблоки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а даже так треснуло вот прямо. Ну, арка сделана, конечно, от и до. Сергей Радонежский Субтитры создавал DimaTorzok Или окунемся, а потом уже перекусим. Да нет, давай сначала перекусим. Так мы уже час или два перекусим. Давай перекусим на базу. Да, место благостное точно. Очень благостное. Ощущения абсолютно другие, нежели просто посещение гор. Здесь чувствуется святость этого места. Вот и глобализм. Вот последний грот. Реально ощущается глобализм. Настолько поражает своими размерами. Здесь, по всей вероятности, это и было место, где храм полноценно. Именно отдельно работал храм. Он стоит обособленно. И по обработанной скале видно, что это обособленный храм. Все-таки любопытство взяло вверх. Решило забраться еще на одну горку и посмотреть, что это такое. Это тоже обычная келья. Меня заинтересовало то, что стеки от воды для воды сделаны. Но это обычная келья. Вот что делает эрозия и уветривание с породой. Как коралловое образование. И сейчас мы посмотрим еще. Дожили люди, говорю, все. А тут вот мы пришли, никого нет. Крайне тут просто созерцать, да и все. И больше ничего и не надо, в принципе. Сильное место. Очень сильное. Накачу. Посмотрим, что тут за река у них. Сферисы. Это чтобы было понятно, я вот покажу, что какое землетрясение было. Что камни катились оттуда. Вот они по всей долине. И вот мы уже идем к реке. Даже здесь вот огромная глыба. Вот огромная глыба, в которой высечена пещера со склазным входом. Как дольмен прямо с той стороны, смотри. Вот она отдельная каменюка огромная. Кусок скалы, в которой грот. И вот вырублено, кстати, еще видно стоки. Так далеко отлетело. А это вот жужелица, но уже не живая. И вот она Качинская долина и река Качель. В этом районе она выглядит вот так. Вот прям мягкая пещера. Очень красиво, я не только догоняю, как это Куда-куда-куда-куда-куда, нет-нет-нет Сколько стоит? Одиннадцать евро Но мы его продавать не будем Жотографировать не можем, ты говоришь, продать Как и любая другая плата Это не только туда идут, куда мы шли Только мы шли по правой тропе, а они по левой поднимаются Есть нормальные люди Так что, видишь крест сейчас или нет? Не так подходит к завершению наше путешествие в Хачикальон Мы спустили сверху, большой грот с источником Святой Анастасии Это была последняя наша точка, короче, последняя Но лучше один раз увидеть своими глазами, чем тысячу раз услышать Или увидеть на чужих видео Рекомендуем к посещению Даже если вы пойдете в лоб Ничего сложного в этом нету Хотя для этого и специальные тропы По которым можно прийти к конечной цели Вот И результат Принесет в вашу жизнь дополнительные положительные эмоции В общем, атмосфера, энергетика этого края Это нужно просто прочувствовать Рекомендуем И до новых встреч До свидания Субтитры создавал DimaTorzok